С вами Бен Джонс, в выпуске экономического календаря Дукаскопии на первый день следующей торговой недели 8 декабря. Данные промышленного производства Германии за октябрь станут известны в 7 утра. Объем производства вырос в сентябре, частично покрыв падение августа на 3,1%. Пара новостей по экономике Швейцарии будет оглашена в 8.15 утра, включая CPI за ноябрь. Уровень инфляции не изменялся из месяца в месяц. Годовой уровень также оставался неизменным. Показатели рост личных продаж октября станут известны в это же время. Объем продаж вырос в сентябре 0,3%, что ниже показателя предыдущего месяца 1,4%. Пару показателей по сектору недвижимости Канады мы узнаем несколько позже. Количество новых строительных проектов жилой недвижимости будет оглашено в час 15 дня по Гринвичу. Согласно корпорации ипотечных кредитов Канады, количество проектов сократилось в октябре с отметки 200 тысяч. Количество строительных опроволов за октябрь будет оглашено через 15 минут. Показатель увеличился на 12,7% в сентябре, но рост лишь немного покрывает падение прошлого месяца на 27,3%. Сразу после полуночи мы узнаем показатели розничных продаж Британии за ноябрь. В октябре показатель оставался неизменным по сравнению с прошлым годом. Это стало улучшением после падения на 2,1% предыдущего месяца. Последняя новость касается состояния бизнес-сектора Австралии за ноябрь. Бизнес-уверенность ухудшалась три месяца подряд, а сейчас достигла самой низкой отметки после скачка перед выборами 2013 года. На этом завершается экономический календарь понедельника. До встречи на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!